Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Каннский кинофестиваль это событие, которое нельзя пропустить ни профессионалам, ни фанатам кино. В этом выпуске, как и обещала, я познакомлю вас со всеми фильмами основной программы и победителями 76-го Каннского кинофестиваля, который прошел с 16 по 27 мая 2023 года. Председатель жюри. В этот раз шведский режиссер Рубин Эстлунд, фильмы которого дважды становились обладателями золотой пальмовой ветви. В жюри вошли Марьям Тузани, режиссер и сценарист из Марокко, известная по фильму «Голубой кафтан», также вошедшему и в шот-лист «Оскара». Французский актер Денис Минаше, недавно ставший обладателем испанской национальной кинопремии «Гойя» за роль в фильме Родриго Сарагоина «Хищники». Британский режиссер и сценаристка зомбийского происхождения Руанга Ниани. Ее первая полнометражная работа «Я не ведьма» произвела сенсацию. Актеры, режиссеры и продюсеры из Соединенных Штатов. Бри Ларсон, обладательница «Оскара» за работу в фильме Леонардо Абрахамсона «Комната». И Пол Дано, дебютировавший в качестве режиссера фильмом «Дикая жизнь» и успевший сняться в номинированных на Оскар драмах Спилберга «Фабельманы» и «Бэтмен» Мэтта Ривза. Режиссер из Афганистана Ати Крахими, автор призового фильма «Земля из Алла». Режиссер и сценарист из Аргентины Дамиан Сифрон, известный по популярной картине «Дикие истории». И обладательница «Золотой пальмовой ветви» за режиссуру за лучший фильм «Титан» в 2021 году француженка Жюли Дюкарно. А теперь пришло время узнать о победителях 76-го Каннского кинофестиваля 2023 года. Итак, поехали! Почетную пальмовую ветвь в этот раз получили сразу два голливудских актера. Это звезды Майкл Дуглас и Харрисон Форд. Пик их славы и популярности пришелся на конец 80-х и 90-е годы 20-го века. Оба воплотили яркие и запоминающиеся образы в зрительском кино. Обещаю вам совсем скоро сделать подробное эссе по творчеству каждого. «Присфи-приси» – Международная федерация кинопрессы, когда победителя выбирают не жюри, а журналисты, аккредитованные на фестивале, получил в основной программе фильм «Зона интересов» Джонатана Глейзера. О нем вы подробно узнаете во второй части моего выпуска. А сейчас о картине в разделе «Особый взгляд» чилийского режиссера Филиппы Гальваса. «Поселенцы». Она переносит нас в Чили, начало 20-го века. Богатый землевладелец нанимает трех всадников, чтобы обозначить периметр своего обширного владения и открыть путь к Атлантическому океану через обширную Патагонию. Экспедиция, состоящая из молодого чилийца-полукровки, американского наемника и возглавляемая безбашенным британским лейтенантом, вскоре превращается в цивилизационный рейд. Главный приз жюри в программе «Особый взгляд» получила картина «Стая» режиссера из Марокко Камаля Лазрака. В пригороде Касабланки Хасан и Исам, отец и сын, живут изо дня в день, выполняя мелкие поручения местной мафии. Однажды вечером им поручают похитить мужчину. Они и понятия не имеют, что их ожидает этой долгой ночью. А приз за режиссуру в программе «Особый взгляд» взяла документальная картина «Мать всей лжи», также из Марокко. Поиски истины молодой марокканкой переплетаются с паутиной лжи в истории ее семьи. Будучи дочерью и режиссером, Асмай Эль-Мудир объединяет личную и национальную историю, размышляя о хлебных бунтах 1981 года и проводя связи с современным Марокко. «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм была присуждена режиссеру из Венгрии Флори Анне Будо за фильм «27». Алисе сегодня 27. Несмотря на это, она все еще живет со своими родителями. Задыхаясь от своей унылой повседневной жизни, продолжает витать в облаках. Все меняется, когда после вечеринки она попадает в серьезную аварию. Главный приз в программе «Особый взгляд» получает комедия британки Молли Меннинг «Окер. Как заниматься сексом», в котором три подружки-тинейджера собираются провести лучшее лето в своей жизни, а не отправляются на Майорку, чтобы веселиться в шумных клубах, беззаботно танцуя и развлекаясь. А также у них есть и особый план. «Золотая камера» – премия Каннского кинофестиваля за лучший дебютный полнометражный фильм, представленный в одной из трех программ фестиваля. В этом году этот приз достался фильму из Вьетнама «Внутри желтого кокона» режиссера Тиена Анфама. Это история эмоционального путешествия Тиена, который сопровождает тело своей невестки, погибшей в аварии на мотоцикле в Сайгоне. На моем канале «Кинотрафик» я рассказываю о хороших фильмах и сериалах, о фестивальном кино, объясняю смысл сложных картин. В плейлистах вы найдете кинообзоры, анализ и разбор фильмов, творческие видеопортреты актеров и режиссеров, обсуждения и видеоэссе. А мои юные блогеры посоветуют интересные фильмы и мультфильмы для подростков, детей и всей семьи. Приглашаю вас подписаться на «Кинотрафик». Давайте смотреть и обсуждать хорошее кино вместе. В категории «Лучший сценарий» победил фильм «Монстр» японского завсегдатая Канхера Кадзо Кореэды. Сценарий к фильму был написан Юри Сакамото. Мать мальчика Минато начинает замечать странности в поведении сына. Узнав, что виновником произошедшего является учитель ребенка, женщина требует ответов от него и администрации школы. Постепенно на поверхность выходит горькая правда. Картину можно сравнить с культовым Растимоном Акеры Курасавой. История в нем рассказана с разных точек зрения. Автор берется за свою излюбленную тему – природу семьи. Лучшим режиссером был признан Чан Янгун за свой фильм «Рагу» Додена Буфона. Фильм воспевает любовь и гастрономическую тему. 1885-й. Повариха и жени 20 лет работает помощницей Доден Буфана. Когда тот предлагает выйти за него замуж, она отказывается, предпочтя собственную свободу. Между героями завязывается роман, тесно связанный с их общей любовью к приготовлению еды. Вместе они создают восхитительные и вкусные блюда, которые поражают величайших поваров мира. Режиссер затрагивает универсальные темы – свободы, преданности и творчества. Фильм обещает стать вкусным пиршеством для глаз и вкусовых рецепторов. Премия за лучшую женскую роль у турецкой актрисы Мервей Диздар за роль молодой учительницы Нурай в фильме «О сухих травах». Своего соотечественника, яркого представителя авторского кино, режиссера Нурибель Гиджельлана, известного своим созерцательным стилем и глубокими фильмами, затрагивающими социальные и экзистенциальные темы. Молодой учитель Саммет заканчивает 4 года обязательного преподавания в деревенской школе в Анатолии. Он хочет найти работу в Стамбуле, однако все надежды рушатся. Заново найти смысл жизни Саммету попытается помочь коллега – молодая учительница. Премия за лучшую мужскую роль у японского актера Кодзи Якусе за работу в фильме «Прекрасные дни» живого классика авторского кино немецкого режиссера Вима Вендерса. Главный герой – уборщик туалетов в Токио. Его жизнь раскрывается перед зрителем через музыку, которую он слушает, книги, которые он читает и его фотографии деревьев. Культовый финский режиссер Аки Каурис Мяки представил в этот раз свою новую трагикомедию. Автор продолжает свою любимую тему. Два одиночества случайно встречаются ночью в Хельсинки и пытаются найти свою единственную, первую и последнюю любовь. Финский режиссер описал свой фильм как историю о поиске любви, надежды и уважения к людям, природе и всему живому или мертвому. Автор пообещал отсылки к Брессону, Отзу и Чаплину. Большой приз жюри получает новая провокационная лента «Зона интересов». Этот драматический фильм на историческую тему времен Второй мировой войны. Режиссером его выступил Джонатан Глейзер, автор скандальных картин «Рождение» и «В твоей шкуре». Его новый фильм основан на одноименном романе Мартина Эмиса и с особым авторским видением подходит к отображению сложных отношений между нацистским офицером и женой надсмотрщика Капа, привилегированного типа заключенных, сотрудничавших с администрацией в концлагерях нацистской Германии. И внимание! Главный приз фестиваля «Золотой пальмовый ветвь» получает фильм режиссера из Франции Жюстин Трие «Траектория падения». В центре сюжета загадочная смерть Самуэля, найденного в снегу у подножия уединенного шале, где он жил со своей женой Сандрой, немецкой писательницей, и их слабовидящим 11-летним сыном Даниэлем. Расследование не находит ответа, было ли это самоубийство или убийство. Для этого нужно понять, какова была семейная жизнь этой пары. История обещает стать напряженным и захватывающим фильмом, сочетающим в себе драму и детектив. От всего сердца поздравляем победителей и ждем отличных фильмов! А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!